10 часов с уникальными решениями в дизайне и необычными технологиями, причем за вполне обычные деньги. Друзья, здравствуйте, с вами Вячеслав Медведев. Мы часто говорим об уникальных часах. Правда, обычно при этом сложно посчитать нули на ценнике. В этом ролике я постарался собрать часы, каждый из которых по-своему уникальный. А заодно показать, что даже если у часов есть своя особая фишка, это не значит, что они обязаны быть баснословно дорогими. У участников нашего сегодняшнего обзора слишком разные индивидуальности, и упорядочить часы по их особенностям оказалось просто невозможно. Поэтому я по традиции расположил часы просто по стоимости. Мы начнем с цены меньше 10 тысяч рублей и перешагнем границу в четверть миллиона. Но не волнуйтесь, абсолютное большинство моделей, которые я покажу, вполне доступны. Несмотря на множество уникальных технических решений, неожиданных поворотов и разницу в материалах, подавляющее число моделей укладывается в цену до 50 тысяч рублей. А начну я и вовсе, с цифр меньше 10 тысяч. Часы G-Shock прославились своей неубиваемостью, и во многом это заслуга конструкции корпуса. Если вы смотрели наши обзоры про часы Casio, наверняка видели, какую систему защиты используют японцы. Как правило, механизм подвешен на проставках в прочном корпусе, то защищен эластичным чехлом, плюс крепление ремешка играет функцию амортизатора. В новой модели специалисты Casio решили отказаться от мягкого чехла. Он стал частью ремешка. Каждая из двух половинок ремешка несет в себе еще и часть корпуса. Половинки смыкаются с нахлестом на 3 и 9 часах. Станет ли от этого защита еще лучше? Не знаю. Напишите ваше мнение. Я же знаю, что часы теперь лучше прилегают к руке. А все из-за того, что из-за исчезновения крепления ремешка уменьшилась длина корпуса. По сравнению с GA-2100 сразу на 6 миллиметров, до 42,5. Сегодня в обзоре еще будут модели, создатели которых тоже предложили интересные решения для крепления. Так что не переключайтесь. Эти часы попали в сегодняшний топ-10 тоже, благодаря ремешку. Здесь он сделан из силикона. И хотя материал считается довольно прочным, усиление не повредит. И в Quantum с этим как следует заморочились. На первый взгляд крепление похоже на интегрированный браслет. Например, как у Ublo Classic. Но у таких решений есть своя загвоздка. Выглядит отлично, но ремешок всегда находится под одним углом, что подходит совсем не под любое запястье. У Quantum пластина с двумя винтами оказывается декоративной. Ремешок закреплен на шпильке, он подвижный, подстраивается под вашу руку. Но чтобы повысить надежность, ребята схитрили. Сделали дополнительную прижимную лапку и дополнительные шпильки. Будет служить вечно. Конечно, здесь интересно не только крепление. Посмотрите на этот необычный корпус и многослойный циферблат. Кнопки наводят на мысль, что перед нами хронограф. На самом же деле они позволяют быстро устанавливать дату и день недели, на счетчиках на 12 и 6 часах. Еще одна обманка, и тоже очень практичная. Название этой марки вы скорее всего не слышали. Бренд Welder появился в России только в этом году, но сразу привлек внимание. Чем? Думаю, двух мнений тут быть не может. Главная фишка – фотохромное стекло, которое под воздействием ультрафиолетового излучения меняет цвет. Такие стекла используются в различных приборах, космонавтике, в строительстве. На бытовом уровне они прославились благодаря очкам хамелеона, которые темнеют при ярком солнечном свете. Идея в этих часах та же. Стекло меняет цвет под разным углом под лучами света. Еще одна особенность. Кнопки и головка здесь расположены слева. Так что натирать запястье они не будут. И надевать часы на правую руку, как делает Владимир Путин, вам не придется. Президент, как известно, объяснил свою привычку в выборе руки. Как раз тем, что так ему не мешает заводная головка. Название марки Welder может оказаться новым. А вот дизайнер этого модного итальянского бренда любителям часов хорошо известен. Это Итало Фонтана, создатель марки U-Bot. Человек опытный и успел продумать все детали. И эстетику, и практичность. Своя фишка есть у всех часов в обзоре. Но эти вообще стоят особняком. Что заметно издалека. Создатели бренда The Electricians решили пойти против тренда. И подчеркнуть, что их часы кварцевые, работающие от электричества. В итоге на виду оказались и катушка с медным проводом, и таководы, и батарейка. Другие марки стараются демонстрировать только механику. И прячут батарейку за задней крышкой. В The Electricians наоборот, без стеснения восхищаются техническим прогрессом. Корпус сделан из стали и имеет покрытие из нейлона. Использовано упрочненное стекло К1. А на задней крышке не хватает разве что надписи «Не влезай, убьет». Внутри часов электронный модуль собственного производства. Помимо экстравагантной внешности, он выделяется еще и подсветкой циферблата. Нажимаем кнопку с символом диода и циферблат с маркерами загорается белым. Вопросы, откуда взялся необычный дизайн, исчезнут, если я открою имена создателей бренда. Это основатели бренда Севенфрайды, Лорейн Урфенахт и Арно Дюваль, давно известные своими необычными идеями. Как вам такая новинка? Напишите в комментариях. А я продолжу тему электричества. И что здесь необычного, спросите вы? Традиционный трехстрелочник. Фишка скрыта внутри. В этих часах Жак Лиман использована технология кинетик или автокварц, как ее называют швейцарцы. Смысл прост. Ротор автоподзавода работает как генератор. При движениях руки создает электричество и заряжает батарейку. Первой технологию представила Сейко. Затем идею подхватили швейцарцы. Но сегодня часы с таким механизмом в линейке Сейко, насколько нам известно, не представлены. И похоже, что вообще единственными в мире часами с таким калибром являются как раз эти Жак Лиман. Внутри которых, кстати, работает механизм Сейко. Гиброматик или Кинетик. Система простая на уровне идеи, но крайне сложная в исполнении. Сравните цифры. Максимальная частота оборотов двигателя болиды Формулы-1 18 тысяч оборотов в минуту, иначе мотор развалится. В механизме этих часов ротор вращается со скоростью до 100 тысяч оборотов в минуту. То есть в 5 с лишним раз быстрее формулы. Круто, сложно. Зато преимущество налицо. Это кварцевые часы, в которых проблема замены батарейки почти полностью решена. Вернее, батарея здесь похожа на автомобильный аккумулятор, который нуждается в том, чтобы его не забывали на полке. Недаром эти часы называют эгоистами. Зато в случае не то чтобы постоянного, но регулярного ношения батарея прослужит лет 15. Эти часы тоже притворяются классической моделью и интересны даже в этом качестве. Их создал российский часовой завод Ника, который производит часы исключительно из драгоценных металлов. Корпус сделан из серебра, при этом цена меньше 40 тысяч рублей. Сейчас, кстати, действует сезонная акция, и приобрести часы можно и вовсе за 33 700 рублей. С внешней стороны классика с монохромным циферблатом, разделенным гравировкой на сектора. А вот с обратной – настоящая работающая рулетка. Кнопка запускает шарик. Когда ее отпускаешь, он останавливается. Шарик вращается с такой скоростью, что угадать, где он остановится, невозможно. Усложнение в виде рулетки заставило часовщиков из Ники сделать корпус достаточно крупным. Диаметр 44 мм, высота 15,2. Но, на мой взгляд, часам это идет только на пользу. Конечно, в часовом мире казино от Ники не первая рулетка. Но в доступном сегменте эти часы единственные. Если знаете альтернативы, напишите. И досмотрите ролик до конца. В нашем обзоре будет еще одна рулетка. Куда более опасная. А пока еще одна модель Ники, мимо которой мы пройти просто не смогли. Технологию, которую компания использовала в этой модели из коллекции Эго, в Ники называют Bicolor. Но речь не только о соединении нескольких цветов. Речь о миксе материалов. Какие металлы обычно сочетаются в часовом деле. Сталь и сталь с позолотой. Реже сталь и золото. Еще реже золото с платиной. Как мы помним, Ника использует только драгоценные материалы. Так что самого популярного участника разнообразных дуэтов, сталь, можно сразу отбросить. Не буду вас мучить дальнейшими загадками. Ника соединяет в одних часах серебро и золото. Компания утверждает, что такого сочетания на часовом рынке сегодня больше не найдешь. Необычное решение, которое не только привлекательно выглядит, но и позволяет российским часовщикам предлагать более доступную альтернативу золотым часам. Это часы исключительно из драгоценных металлов, но за адекватные деньги. Всего 43 тысячи рублей. Следующий участник нашего обзора даже не часы, а конструктор, с помощью которого вы можете создать свои персональные часы. Его предложил бренд Сертина. Игрушка для взрослых получила название DS+. Ее основа конструкции из трех частей. Модуль механизма с циферблатом, корпус и ремешок. Это три кубика конструктора, из которых будущий владелец может собрать часы на сайте самостоятельно. Надо выбрать корпус, цвет циферблата, ободок, ремешок или браслет. Набор ограниченный, но выбрать есть что. Собрать можно строгую классику, дайвера или, например, часы с рантом на винтах. Оснащаются все модели механизмом Powermatic 80. Для тех, кому онлайн игры в часы будет мало, есть и готовые наборы для домашней кастомизации. Аква и спорт, спорт и урбан, урбан и херитейдж. В наборы входят два корпуса и два ремешка. Вполне достаточно для того, чтобы менять стиль у себя дома уже после покупки. Еще одна игрушка для взрослых в нашем обзоре. Игрушка самая опасная. Я о часах слава с рулеткой. Только рулетка здесь не из казино, а из оружейного магазина. Хотя некоторые начинают с обычной рулетки и приходят вот к таким играм. Но не будем о грустном. В конце концов, в первую очередь это уникальные российские часы, не имеющие аналогов в мире. В основании корпуса установлен вращающийся диск с пятью пустыми каморами и одной с патроном. Игра начнется, когда вы крутнете барабан, остановят его магниты. Если патрон остановится в стволе, в отверстии на 12 часах, в нем появится изображение черепа с костями. В этих часах интересна не только идея и ее реализация, но и оформление. Дизайн циферблата повторяет барабан револьвера, а над ним вращаются крупные скелетонизированные треугольные стрелки. В последнее время слава серьезно расширила линейку. И теперь русская рулетка представлена в вариантах из стали с различной отделкой. От золотого PVD до потертого Gun Metal. Завершают обзор самые дорогие часы в этом ролике. Впрочем, о цене можно не беспокоиться. Обе модели серии Такойер, Формула 1 и Марио Карт уже распроданы. Но для самых интересующихся назову цифры. 4300 долларов за обычный хронограф и 25600 долларов за хронограф с турбьоном. Последний привлек мое внимание как единственный в своем роде. Нечасто турбьон превращают в трек для героев видеоигр. Здесь друг за другом в бесконечной гонке устремились Марио и его враги. Пуля Билл и черепахоподобный Боузер. Сектор тоже украшен героями игры. В нашем телеграм канале после новости про эти модели развернулось бурное обсуждение. Есть ли среди тех кто готов приобрести часы с турбьоном такие страстные фанаты Марио? Мнения как обычно разделились. А вы как считаете? Пишите в комментариях могут ли дорогие часы выглядеть не слишком серьезно? И подписывайтесь на нас в телеграме, там интересно. Кстати, хронограф из этой серии в 6 раз дешевле часов с турбьоном, но свои фишки здесь тоже есть. Сам Марио на счетчике и персонажи игры в окошке даты. Ну что, удалось ли мне убедить вас, что для обладания очень необычными часами не обязательно быть миллиардером? Напишите в комментариях. И напишите какие из 10 часов показались вам самыми необычными. А может я упустил что-то интересное? Забыл включить в этот список? Напишите что. И подписывайтесь на нас на всех платформах. Ютуб, ВК, Яндекс Дзен, Телеграм. Впереди еще много интересного. Из мира красивых вещей и сложных механизмов. До новых встреч, друзья!